Как духовный учитель выбирает духовное имя для ученика? Ну, он смотрит на него и видит проблему. Он знает, что если назвать его хорошо, красиво, ученик возгордится тут же. Что же с этим делать? Проблема для учителя. Тогда он делает приставку. Даст. Так он балансирует это. Ну и как он чувствует ученика, а также. Как он чувствует его, согласно своему ощущению, он имеет право полагаться на свое ощущение. От личности ученика. У каждой личности есть свои особенности, свой характер. Поэтому он чувствует эти особенности и подбирает какое-то имя. Думает, о, как похоже на него. Вот оно его имя. Только добавить одну приставку и все. Не готово. Это не вечное имя духовное. Нет. Вечное духовное имя вы узнаете в духовном мире. Это имя дается на это рождение. Для служения Богу, чтобы мы себя уже связывали с Богом таким образом.